здравствуйте еще раз друзья я решила выйти я решила выйти в эфир еще разок для того чтобы рассказать вам про свой визит ко остеопату потому что всего в сторис не покажешь проблема это есть и будет и я спросила самые интересующие меня вопросы у человека который в принципе работает с соответствием работой тела до человека остеопат отвечает за правильную работу и мышцы нервных окончаний вот я задала вопрос может ли вот когда девушка идет на роды делать себе анестезию до ту же самую эпидуральную анестезию может ли от нее болеть спина или как вы мне стали говорить что ну не вы там некоторые да что копчик может болеть из-за этого так вот это неправда неправда потому что в принципе и он мне рассказал очень интересную историю про анестезию вот эту эпидуральную в 90-х годах и делали всем поголовно если ты идешь на роды и отказываешься тебя просто не принимали представляете в роддом ее только изобрели когда вот в целом значит она отвечает даже не за анестезию девушки которая подвержена как скажем так вступает в роды да она отвечает за расслабление мышц потому что и вот как мы разговаривали со стеопатом почему бывает что некоторые девочки говорит ой да все терпимо можно идти так рожать а кому-то страшно больно потому что наши мышцы их эластичность в том числе эластичность суставов зависит напрямую от нашей нервной системы от нашего состояния и если человека очень этот эмоциональный порог у него очень низкий он нервный возбудимый например естественно такой человек будет обладать достаточно не гибкой не эластичной мышечной массой а что для того чтобы родить ребенка соответственно нужно быть максимально расслабленным без никаких стрессовых вот этих историй поэтому девчонки и мы как раз обсуждали что кому-то не нужно никаких допустим никакой анестезии потому что организм сам по себе готовится к родам и когда девушка рожает без анестезии выделяется ну как я поняла гормоном да естественная анестезия когда тебе вроде бы как бы уже не больно вот так вот я это не знаю потому что я делала анестезию я страшная трусиха я боюсь боли у меня заниженный болевой порог и к тому же я достаточно я не нервничала период беременности но я очень вспыльчивая поэтому естественно чуть что я сразу все все мои ткани все мои мышцы превращаются в ком когда я психую например да как тебе быть замужней с ребенком знаете замужем я уже была скажем так с 13 года поэтому я познала этот вкус он был не всегда приятным вот а ребеночек конечно это большое чудо это прелестная прелестная маленькая может быть не твоя копия я уже говорила как ляжет куда щечки перетекут на такой похож вот ну конечно не без проблем там какие-нибудь колики когда ребеночек плачет переживаешь вот например у нас начался диатез диатез потому что я захотела привести на другое питание и ребеночек диатез это аллергия у маленьких деток когда смотришь на щечки в красненькой сыпи конечно переживаешь хотя это не смертельно но катюша скажи какие-то были самые первые симптомы беременности я уже рассказывала много раз значит у меня у меня был очень ранен сильный ранний токсикоз я подумала что я в химкинском киевсе отравилась вот этими вот мерзкими крылышками думала не помыла руки просто и не просто выворачивала три дня наизнанку тошнила я не могла даже пить воду и мы уже вызывали врача скорую мне сказали что прописали какую-то водичку пить с лекарством вот и подружка мне все говорила что у меня желудочный грипп а потом когда соответственно я обнаружила что беременна все вы девочки прекрасно знаем как это обнаруживается вот я поняла что это был ранний токсикоз бедный таксист терпение ему слушать про ужас и родивший тетки во-первых от тетки слышу скажем так во вторых и никто не жалуется особо да я с предыдущим таксистом ехала с водителем я говорю ну вы извините что я вот тут такой говорю ничего я с вами уже практически родил а почему бы и нет диета у ребенка что значит мама кушает много сад я не кормлю грудью для тех кто не в курсе катюша алеку до остапа понесло вопрос важный какой вопрос не видела остеопат остеопата так вот если вы об этом ты продолжу значит во первых диагностировали мне напряжение то что у меня был большой животик мне соответственно было очень тяжело его носить по понятным причинам потому что организм женский в принципе пребывает в каком-то стрессовом состоянии когда меняет и образ жизни изменения происходят в строении тела да и роды это стресс мышцы которые должны были носить такой тяжелый животик они сокращаются не всегда правильно и вот именно из этого у меня не диагностировали напряжение мышц таза есть такое понятие как тазовое дно буду так называть людей кстати который мне не нравится вот там тоже могут быть напряжение может и кстати знали ли вы что женский организм развивается если без патологии без изменений вообще есть люди у которых сердце с правой стороны сердце с правой стороны писать это мне доктор говорю да ну вот я таких не видела такие бывают первых а сердце с правой стороны во вторых ваннула там то кишечник по-другому расположен вот у женщин например у них может почти приехали до три минутки если расскажу вам интересно я не знала этого понятно что у всех есть внутренние органы кишечник и когда ребеночек начинает расти в организме он соответственно растет в матке матка это орган которого развивается плод и она вырастает и продвигается вправо а все органы кишечник смещается влево кстати я не знал и вот остеопат говорит что женщина когда родила ребеночка все эти органы должны стать на место но после рода да да но они настолько бывают иногда в спазмах стрессуют их перетягивают корсетами девчонки после рода неправильно становится бывает такие дискомфортные ощущения бывает такое что вообще допустим кишечник он крепится же к спине может болеть вообще спина представляете вот я такого не знала поэтому очень интересную лекцию сейчас слушала и остеопаты не знаете они работают они это не как массажиста они работают по точкам вот например есть как мышцы крепятся к суставу где суставы да и они воздействуют на вот зону крепления этих мышц в общем нет такого что ты пришел кости опаду тебя разминают как на тайском массаже нет такого но после того как и вот мне как раз ну вот пришло полости воздействия сделано внутренние органы то что очень скованут все внутренние органы скованы как будто ком я буду знать как будто ком говорит но это спазм ком это вам так ваш ум объясняет что так вот поэтому ну все я уже приехала уже прям вообще приехал надеюсь вам было полезно и еду в такси не знаю куда наверно где-то здесь выйду туда мне а я же туда да да приезжал уже да удобно спасибо большое в общем я побежала вот а вы обязательно берегите себя и своих близких как малахова вам спасибо за подсказку